Рождение ребенка, заключение брака – важные события в жизни любого гражданина, которые обязательно должны быть зарегистрированы со стороны государства. Если по каким-либо причинам документы были утеряны, их можно восстановить в МФЦ города. О том, как это сделать, узнаете из нашего следующего сюжета, который выходит в эфир в рамках реализации проекта «Государственные услуги. Доступны каждому». В Российской Федерации обязательными для регистрации актами гражданского состояния являются рождение детей, заключение или расторжение брака, усыновление детей, смена фамилии или имени, а также установление отцовства либо смерть гражданина. Если по каким-либо причинам свидетельство о регистрации документа утеряно, его всегда можно восстановить. Обратиться во многофункциональный центр города за предоставлением государственной услуги по регистрации актов гражданского состояния может любое физическое лицо. К физическим лицам предъявляются следующие требования. Они должны быть граждане Российской Федерации, либо это могут быть иностранные граждане и лица без гражданства, относящиеся к таким категориям. Это может быть лицо, в отношении которого составлена запись акта гражданского состояния, родственник умершего или другое заинтересованное лицо. Если лицо, в отношении которого была составлена запись акта гражданского состояния, умерло, родители, лица их заменяющие, а также если лицо, в отношении которого была составлена запись акта гражданского состояния, является несовершеннолетним. Помимо личного обращения, оформить заявление может и законный представитель заявителя, но только по нотариальной доверенности. Для оказания данной государственной услуги требуется документ, удостоверяющий личность гражданина. Пакет документов может увеличиться. Все зависит от того, какое именно свидетельство необходимо зарегистрировать. Это могут прилагаться документы, подтверждающие право заявителя на получение повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния. Документами такими могут быть, если это не само лицо, которое обращается, а соответственно документы о смерти. Если речь касается несовершеннолетних, то это соответственно свидетельство о рождении. Не стоит забывать и об оплате госпошлины. Стоимость пошлины 350 рублей. Оплатить можно в любом отделении банка, либо через терминал во многофункциональном центре Фокина. При подаче заявления и документов в полном объеме и оформленных надлежащим образом лично гражданинам, а также при условии наличия записи акта гражданского состояния, выдача повторного документа о государственной регистрации акта гражданского состояния производится в день обращения заявителя. Это в том случае, если заявитель обращается непосредственно в сам орган-исполнитель. При обращении заявителя с запросом в письменной форме срок исполнения составляет 30 дней со дня регистрации этого заявления. В результате заявитель получает готовый документ со всеми подписями и печатями. По словам сотрудников многофункционального центра, чаще всего жители городского округа обращаются за восстановлением свидетельства о рождении на детей, либо для получения свидетельства о смерти одного из родственников. По данной услуге обращаются к нам часто, потому что иногда бывает граждане долго не обращаются за какими-то государственными услугами. Потом при предъявлении вот этих вот свидетельств, в основном это свидетельство о рождении детей, выясняется, что это свидетельство осыпалось, то есть не хватает каких-то букв. Соответственно, этот документ уже является недействительным. Либо выясняется, что для обращения какой-то услуги не могут вообще этот документ найти, в принципе. Поэтому обращаются за повторными вот этими вот свидетельствами. Стоит отметить, что отделение многофункционального центра Фокина действует по принципу одного окна. Информационное табло укажет жителю города, к какому именно специалисту ему необходимо обратиться. Сотрудник сможет помочь заявителю и в случае, если возникли проблемы с оформлением документов, либо с оплатой услуг госпошлины.